Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин. И вы знаете о той ситуации, которая вот сейчас развивается вокруг нашей Церкви, вокруг Кафедрального собора Храма Христа Спасителя в Калуге. Суд вынес решение, решение, о котором даже и прокуратура не мечтала, и не просили то, что вынесут, полностью запретить нам собираться в Храме, в Доме Божьем. Решение для нас непонятно. Мы обращались к нашим адвокатам, к местам, там у себя. И вчера, когда пришел судебный пристав, не просто судебный пристав, а нас выделили в какое-то особенное производство, а пришел судебный пристав по особым каким-то делам. Не знаю, особист он или кто, он особенный какой-то человек, наверное, который принес это постановление, зачитал, показал. Я расписался, приняли его, дали нам пять дней на исполнение вот этого решения. Я пытался узнать у него, а что мы должны исполнить, что церковь должна сделать, потому что, насколько я понимаю, и как мне всегда юристы объясняли, что решение суда должно быть исполнимым. Судебный пристав отказался отвечать мне на эти вопросы, сказал, мы как бы сами не знаем, вы обращайтесь за разъяснением в суд. Мы говорим, ну, а как вы будете исполнять? Он говорит, у нас тоже есть такое право обратиться в суд. Пока не наступило это время, я сегодня в студии пригласил или приехал на встречу с нашими давними друзьями, с юристом Славянского правового центра Стасом Куловым. Он возглавляет еще несколько юридических организаций, он представит сейчас. Станислав Сергеевич, добрый день. Добрый день, Альберт Викторович. Вы знаете обо всей этой ситуации, о том, что происходит уже долгие годы. 20 лет мы в судах, и 20 лет нас защищает Славянский правовый центр. Ну, конечно, мы в курсе ситуации. Это и в последнее время еще более активно стали изучать материалы дела. Мы не вели это дело, скажем, вначале, но ту или иную конституционную поддержку и общение с адвокатами между Славянским правовым центром было, и где-то подсказывали что-то, где-то обсуждали. Мы в курсе ситуации, а в последнее время в курсе ситуации вдвойне, поскольку мы с вами готовимся обращаться в международные органы по защите прав, и вас лично, и вашей общины. И, конечно, данная ситуация вызывает вопросы, мягко говоря. Ну вот вы, как юрист, считаете это нормальным, что я священник, пастор, епископ, 20 лет в судах. Многие говорят, что ты уже, наверное, как на работу ходишь во все суды. Бывает в месяц по несколько судебных процессов. Можно уже давать почетного юриста просто, на то, насколько вы уже разбираетесь в правовых тонкостях правового дела. Я считаю, что это, конечно, ненормально, и что в правом государстве должно быть гарантировано право на свободу совести, на свободу, и свободу вероисповедания. А вот такие вещи, с моей точки зрения, совершенно очевидно, что это, возможно, какое-то преднамеренное или предвзятое отношение каких-то отдельных, может быть, персон, может быть, структур, может быть, чего-то еще. Но вот касательно вашего дела и того, что сейчас, какое решение мы имеем сейчас, уже столько было разных решений, что, разбираясь в томах ваших судебных актов, можно уже заблудиться просто. Но последнее апелляционное определение, которым все-таки убрали тот, что надо разрушить храм, но оставили за предэксплуатации, действительно создается право-неопределенность того, какое именно здание. То есть суд указал адрес, возложить обязанность на какую-то религиозную организацию, прекратить эксплуатацию здания по адресу такому-то. Из материалов дела, я, например, знаю, что там не просто одно здание единое, там храмовый комплекс, состоящий из двух часовень, насколько я понимаю, и кафедрального собора, и еще некоторые постройки. То есть какое именно здание? Вот это вызывает вопросы. Здесь совершенно правильно вы упомянули в начале, у вас есть право обратиться к суду за разъяснением, хотя суд может и отказать в таком разъяснении. Но решение суда, оно должно быть исполнимо. В данный момент непонятно, что сейчас должен пристав сделать. Более того, там, насколько я понимаю, и в иски, и уже сейчас в текущей ситуации расходятся площади этих строений реальные. То есть какое из них по площади, то есть оно не соответствует уже, то есть уже много времени прошло, что-то было достроено. Тут вызывает вопросы и использование судом в качестве доказательства. Вот эта экспертиза, которая есть, она совершенно какая-то такая слепленная из каких-то фактов непонятная. Ну, арбитражный суд ее принял и утвердили везде. Мы поняли, что это бесполезно бороться. Вот экспертиза данная тоже вызывает большие вопросы, потому что там, где рассказано, что пластиковые трубы могут ржаветь. Ну, нарушение пожарной безопасности, замок на колодце, ключи находятся там, много всего было. А как вот вы, как юрист, как расцениваете, когда эти эксперты, которым дали полный карм-ланш, которых судебные приставы, кстати, там приехал спецназ целый, у нас было такое, там руки заламывали, чтобы только верующих не было в храме, это было в понедельник после утренней молитвы. И когда эксперт, который назначен судом, он сидит просто вальяжно и говорит, что судья пишет то, что ей говорят, поэтому не рыпайтесь, вас снесут любыми способами. Это коррупция в суде? Эксперт знает то, что другие не знают. Почему так вот откровенно, на камеру, не стесняясь? Ну, это говорит о больших, на самом деле, системных проблемах. И я считаю, что принцип разделения властей один из ключевых принципов в правом государстве. Он должен действовать. Именно поэтому судья должны быть независимы. Не должно быть никакого телефонного права, телефонного правосудия в государстве у нас. Но, однако, мы с этим порой сталкиваемся. И это, конечно, печально. То, что суд так предвзято отнесся и к экспертизам альтернативным, которые были представлены. Семь экспертиз по зданию, одна против нас. Возможно, говорит о том, что, конечно, есть какие-то другие силы, которые заинтересованы в таком исходе дела. Куда обращаться? Мне знаете, куда посоветовали? Мне сказали, что на коррупцию в судах есть при ФСБ отдел М. И мы написали. То я взял, как епископ, написал туда письмо. Альберт Викторович, я, как адвокат, вам рекомендую использовать любые правовые механизмы, которые доступны в государстве. То есть на сегодняшний день многие говорят, опускают руки. Во-первых, я хочу вас, не знаю, похвалить, или даже возможно в пример ставить, что руки не опускались. 20 лет бороться за свои права, это тяжело. И это изматывает, изматывает финансово, эмоционально, и по-всякому. Но важно не опускать руки, продолжать бороться. У нас есть, помимо внутренних механизмов, есть внешние. Пока вы туда еще не ходили, мы сейчас к этому готовимся. И я думаю, что в этом будем успешны и обязательно реализуем эти права. И когда-то победим вместе. А сейчас, конечно, жаловаться и на крупные. Обязательно нужно собирать доказательства, которые имеются, и представлять, и жаловаться, потому что, ну как бы, не повсеместно это присутствует. То есть когда-то, если вдруг тотально вы сталкиваетесь с предвзятостью какой-то или, возможно, дискриминацией, вы можете натолкнуться на честных, не подвергнутых никакому влиянию. Судей. И судей, и профессионалов. То есть мне трудно давать оценку персоналям, которые рассматривали конкретное дело. Но, вы знаете, эта проблема часто возникает у нас. У нас есть определенные, скажем, дела, которые вызывают вопросы, решения по ним вызывают вопросы, потому что там используются совершенно какие-то неправовые принципы, неправовое решение вопросов. И они вот устаивают, к сожалению. О чем-то говорит, ну вот это вот, можно такой риторический вопрос повесить. Но я всегда всем служителям, пастырем, друзьям и епископам, которые возглавляют какие-то союзы, ассоциации, всегда говорю, обращайтесь к нашим юристам в Славянский правовой центр. У меня у самого, вот знаете, может быть, вы не так долго там, но почти 20 лет у меня документ, личное соглашение в случае моего ареста, задержания, мои показания недействительны без присутствия адвоката Владимира Васильевича Реховского. Его личный телефон, следователь, или кто меня будет задерживать. Вот это нормально в правом государстве, в нашей новой России, что я священник, я когда показываю этот документ в прокуратуре или где-то еще, я говорю, вот без адвоката, у них глаза, а вам это зачем? Я говорю, а вот затем. Ну, каждый имеет право воспользоваться своим правом на защиту, да, и это нужно реализовывать, конечно, я благодарен за такую высокую оценку нашего труда совместного, моих коллег отдельных, за свою службу, работу в Славянском правом центре больше 10 лет уже, да, вот я, сейчас я уже адвокат и советник сам адвокатского бюро Славянский правый центр, с многим приходилось сталкиваться, но ваше дело всегда было на слуху, даже когда в самом начале пути в Славянском правом центре, то есть это постоянные консультации, постоянные проверки какие-то, постоянно, постоянное, если это не назвать давление какое-то, я не знаю, как это назвать, то есть это не ряд случайностей, уже вот это вот системное толкование, вот эта ситуация, и говорит нам о том, что ну где-то зарыта какая-то собака, эту собаку надо найти, выкопать, я не знаю, и обезвредить. А как вы думаете, вот я заметил, что многие боятся говорить, вот вы сейчас начали вести, вы зарегистрировали институт, немножко скажите потом, да, и какой-то сделали ресурс специальный, куда все, неважно, христианские конфессии, могут обратиться и рассказать о своих проблемах, и это будет, ну видно на вашем сайте, на вашем ресурсе, да, но вот этот ресурс, да, вот этот сайт, о котором вы мне рассказывали, и конечно же, мы поместим наше дело, и все дела. Да, кстати, вашего пока нет, потому что оно не одно. Да, действительно, мы в Институте Верховенства права один из первых проектов посвятили свободе мысли, совести и религии, именно в Российской Федерации. Это не инструмент для критики государственной политики, это инструмент для выявления новых проблем, анализа старых проблем и поиска путей решения, и помощи людям, верующим, помощи религиозным организациям, религиозным объединениям, для того, чтобы их право на свободу и вероисповедания, оно беспрепятственно реализовывалось Российской Федерации. Ну, я вот мысль свою докончу, да, что многие служители просто боятся об этом сообщать. Мне сказали, ты смелый, а в чем моя смелость? Что надоело молчать? О том, что происходит в Калуге, в Орле, где закрыли, 8 квадратных метров. Я приезжаю туда, храм здоровенный, в центре города, красиво, уже настолько затюкали епископа за все, за это тоже по судам таскают и никакого просвета. Нижний Новгород. Ну, и тут еще следует добавить Новороссийское дело, где сегодня вообще просто тревожная ситуация. Это вопрос поставили о сносе здания. Но вы думаете, что-то изменится в стране или только хуже будет? Знаете, я из позитивных людей. Даже, когда все плохо, я не хотел бы пессимистичную картину и установку мировоззренческую пессимиста на себя примерять даже. Я верю, что вода камень точит. Я вот так скажу. Спасибо. Это не какая-то борьба просто, да? То есть, это именно вода, которая точит, точит, вот камень, может быть, некомпетентности, камень дискриминации, камень предвзятости. Вот эта вода, да, живая вода, пусть будет. Мы сегодня со священником разговариваем. Я, конечно, думаю, что это связано вообще с пониманием психологии, мышления, такого народного, наследия, наверное, советского. Люди почему-то думают, что если они подадут в суд, даже приходя сегодня в суд, они все равно сохраняют какой-то страх и трепет. Даже в гражданских процессах где-то, где уж там совершенно не с публичными органами власти мы там ведем спор, люди боятся, люди еще не умеют этим пользоваться. Я знаю, о чем вы говорите, как люди боятся. Вот та экспертиза, которую проводила у нас Калужская ТСС организация, глава этой организации, она еще возглавляет императорское православное палестинское общество. То есть это было очевидно сразу, что экспертам дали полный конбланш, они этим не стеснялись, говорили, что вы там секта такая рассекая, на камеру, не стыдясь. Я обратился к патриарху, обратился к митрополиту, написал письма тоже от своего лица, ну что это такое происходит? Почему? Потому что взяли частный договор, заключили между собой вот эта частная фирма, которая должна была проводить экспертизу и там МЧСовская какая-то лаборатория, которых суд не назначал. Конечно, все было и судебные приставы, нас всех выгнали, они проверяли. Мы выходим из суда, и я понимаю, как жалко людей наших, россиян. Мы выходим, вот очень многие люди ходят в суд и спрашивают, пастор, расскажи, что случилось? Понимают, и не понимают этот птичий юридический язык, извините меня, пожалуйста. Это для многих. Да, и спрашивают, а что случилось? Я говорю, а что случилось? Вот он и он договорились между собой прийти к кому-то домой, вот как у нас это было в храм. пришли, открыли, попрыгали, поели, залезли к вам в холодильник. Ну, я прям на бабушку на одну показываю у нас. Бабушка одна, и она еще, ей уже около 80, она в концлагере была. 8 мая у нее там, день рождения, освобождения Советской Армии был в концлагере в Австрии. И она спрашивает, Альберт Викторович, пастор, объясните. Я ей объясняю, вот к вам домой они. Я говорю, а напоследок попрыгали на кровати и нагадили туда. Вы заходите в комнату, спрашивают, что вы делаете? Они говорят, не волнуйтесь, у нас договор заключен между собой. Юридический договор, все по закону. И разбить этот договор мы вообще не можем никак. Как людям? Я говорю еще, знаете, что у нас хоть как у церкви, вот у вместе, у общины, есть хоть ресурсы, деньги. А что происходит с простыми гражданами? Что с россиянами, с нашими? Я думаю, что, вы знаете, консолидация усилий, общих возможности развития государственно-конфессионального диалога. Здесь надо говорить не только о правовых каких-то реформах, да, здесь надо говорить, что мы должны все-таки и, вот это один из позитивных моментов, который я хочу сказать. Большая работа была проделана и, кстати говоря, и органами государственной власти, да, и религиозными объединениями нашей страны как раз в развитии государственно-конфессионального диалога. Вот 25 лет пути свободы совести, с момента принятия закона о свободе совести, и конституция, да, положение конституции, которые были приняты. И ведь это очень позитивные сдвиги были. И вот сейчас важно это дальше развивать, а не закопать то, что было достигнуто. Мы же не и мы же не достигли идеальной ситуации, не в правовом регулировании, но это моя точка зрения, не в, пока в государственной конституциональной политике есть пробелы, есть сегодня какой-то такой взгляд на, с точки зрения национальной безопасности, как на угрозу на религиозной. Безусловно, эта сфера требует некоторой компетенции, регулирования, такого аккуратного контроля, но очень важно понимать, вот отделять плевелы, как вот в священном писании, в Библии есть, да, и сорняки, пшеницу и сорняки. То есть это очень важно видеть, вот где, кто и как работает. Здесь нужно укреплять межконфессиональные отношения, прежде всего заниматься этим. Нельзя противопоставлять друг друга религиозным объединениям, то есть надо работать вместе, надо учиться работать сообща. А государство должно увидеть в религиозных объединениях разных конфессий, партнеров, социальных партнеров, людей, которые могут помогать. Ведь посмотрите, например, широкая социальная работа, которую когда-то запустили, наверное, в такой большой акцент сделали на этой социальной работе католические организации, протестантские организации, сегодня уже очень много других, вдохновившись, возможно, этими примерами, возможно, развивая положение своих религиозных мировоззрений, это все поднимается. И это должно работать вместе. Это сможет помочь нам ситуацию поменять. То есть я с позитивных, постепенных, пусть они даже будут молниеносными, но у нас это невозможно. То есть мы говорим о том, что это постепенное изменение такой ситуации, конструктивная критика. И государственная власть, она должна быть готова принимать эту критику, она должна быть готова как-то ситуацию изменять и прислушиваться. В чем-то сейчас это есть, у нас работают разные платформы, там, форум право, религия, государство, общественной палате. У нас, знаете, некий дуализм есть, на мой взгляд, в религиозной политике государства, в сфере свободы совести. Такой, скажем, имплементационный дуализм. Потому что, с одной стороны, у нас представлены разные конфессии в Совете по взаимодействию с религиозными объединениями. С одной стороны, у нас вопросы тех же объединений поднимаются и на Совете по правам человека при президенте Российской Федерации. То есть, ему правильно называется по развитию гражданского общества правом человека. А с другой стороны, у нас есть ситуация Орелка-Луган-Нижненовгород со зданиями. У нас есть ситуация с растущей и непрекращающейся, она стабильно держится на одном уровне. Сейчас, вот последние годы, там, статистика по проручениям, по статье 5.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. То есть, основные пострадавшие, там, это протестантские организации, к сожалению. И мне странно, почему в них увидели экстремистов местные правоприменители. Но, мне кажется, это все-таки, мне очень хочется верить в это, что это все-таки просто вот какие-то местечковые ситуации некомпетентности, непонимания и личного какого-то неправильного восприятия тех или иных организаций. Я очень надеюсь, что в Калужской земле вопрос этот решится позитивно, потому что иначе, ну я не понимаю, для чего это делается. А никто не понимает. Если даже это верующих, вот с точки зрения какого-то там контроля и регулирования, уж лучше как-то где-то в одном месте всех собрать и как-то за ними наблюдать, смотреть, ну, наблюдать в плане, это все равно легче контролировать. На самом деле, политика вот сильно отличается, потому что вот даже там, если какие-то западные страны, посмотреть, регистрация религиозной организации некоторых стран занимает там шесть минут. Я спрашиваю, а почему у вас вот таких вот таких фильтров нет, почему вы не смотрите там вероучения, соответствуют, не соответствуют. Она говорит, нам это не важно. Я вот с некоторыми официальными лицами общался, ну, представители, мелкие там, скажем, сотрудники ответственных ведомств, говорят, а мы потом увидим, как это все себя проявит. Мне кажется, нужно здесь тоже методы контроля. Но это опять, наверное, относится к национальной политике. Этим должны заниматься специалисты. Конечно. Если это входит в компетенцию вопросов национальной безопасности, безусловно, об этом должны говорить и заботиться соответствующие органы, но вся политика, она не должна курироваться вот только вот с этой области. то есть только за больные конкретные проблемные моменты должны отвечать. Но делать сегодня просто из-за каких-то представлений экстремистов, из верующих людей, из врагов государства, из каких-то конфессий отдельных или из всех... Ведь история, она циклична. У нас на самом деле же было и богоборческое время, когда все страдали абсолютно. И мне кажется, об этом не стоит забывать. Этот опыт, он может вернуться просто вот щелчком пальца. И для того, чтобы этого не случилось, должен быть диалог. Диалог религиозных объединений, диалог власти, диалог служб, которые отвечают за безопасность государства, правоохранительных органов. Только в этом диалоге открыто, равном с точки зрения именно конфессий, отделенности от государства. Вот эти принципы конституциональные, они должны соблюдаться. Ну, вы знаете, вот калужскую историю, да, нашу опять, я вернусь к нам, калуге. Вот диалог говорим, да, мы предлагаем диалог. Сколько не шел на контакт с губернатором, со всеми службами. Говорят, давайте, что хотят от нас. Не приглашают никуда. Вот у нас в Калужской области при губернаторе есть там совет, куда не приглашают. У нас два епископа разных союзов в области, я и другой еще. Ни меня, ни его не приглашают. Знаете, кого приглашают? Руководители небольшой религиозной группы. Как будто он может представлять весь спектр, всю палитру вот многообразия религиозной жизни в Калужской области. Ну, в этом вопросе, как бы, конкретно в Калужской земле, да, мне трудно сказать, дать какую-то оценку. Я, наверное, все-таки, я больше юрист, чем социолог религии или легавет. Об этом, наверное, могут именитые коллеги сказать. У вас там было недавно интервью с Романом Лункиным. Да, он в курсе. И он, конечно, больше такую оценку может дать именно этим процессом. Но я все-таки думаю, что чтобы такого не случалось, нужно использовать правовые механизмы существующие для борьбы с любой дискриминацией по религиозному признаку. Спасибо. И это даст платформу для не просто как бы диалога, да, а для существования открытого и реализовать свое право на сваду совести будут свободны все. граждане. Спасибо, спасибо. Скажу нашим зрителям, что у нас сегодня в гостях в студии был Станислав Сергеевич Кулов, партнер, адвокат Славянского правового центра и он возглавляет еще институт, как правильно? Верховенство права. Верховенство права. И, кстати, очень важный принцип. Да, очень важный принцип. Обращайтесь. Он сегодня, кстати, нашим зрителям, скажу, напомнил о национальной безопасности и всем зрителям нашего канала хочу по секрету сказать, что скоро выйдет материал с человеком, который разрабатывал проект национальной безопасности и военную доктрину Российской Федерации. Смотрите, следите за эфиром. Благослови вас, Господь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!